Приветствую вас. Смотрите, какая получается история. Вот именно в вашем случае, наверное, говорить о том, чтобы ценить себя можно в контексте того, чтобы не бояться показывать свою боль другим людям. Вот вы боитесь, и я имею ввиду свою боль показывать. Вы боитесь этого. А на самом деле в этом ничего страшного нет. Вот. И ситуация здесь заключается в том, что вы как-то видимо вот, ну может быть, как-то оцениваете свои чувства негативно. Может быть, стыдитесь своих чувств. И проще. То есть вы выглядите слишком сильнее, не проявляетесь слабость. Так мне это видится, по крайней мере. И, соответственно, в этом и проявляется то, что вы себя не цените. Потому что есть чувства. Есть определенные чувства. А ваши. Есть определенные ваши чувства. Вот. Которые. Которые, которые, ну, вы так или иначе впитываете. Которые вы так или иначе ощущаете. Да? Вот. Вот. И вы их в полной мере не проявляете. И, соответственно, в этом и заключается, ваша основная проблема. На мой взгляд. Берестать оценивать свои чувства. Именно. Берестать оценивать их. Принимать их. Полностью. Выражать их. Отстаивать их. Если. Пока. Необходимость. Появится. Вот. Важная задача. Очень важная задача. Очень нужная задача. Необходимая. По сути. Для. Жили. Для. Для этого крайне. Тяжело. Реализовывать. Себя. В отношениях. Вот. Дальше. Вы пишите. Здравствуйте, уважаемый эксперт. На консультациях с эзотериками был дан ответ, что должна пройти и продолжить такой урок. Научиться тениться на себя. Ну. Я бы сказал, что. Это конечно не урок. Я бы сказал, что. Это. Некоторое состояние. Вот. Это. Некоторое состояние. Вот. Это. Вашем. Состояние. Вы. Таким образом. Себя чувствуете. И сейчас вы находитесь в краске. в таком. Состоянии. Что. Вы себя не достаточно оцените. Но. Урок. Да. Подразумевает. Научение. Особенно научиться. На мой взгляд. Вам. Нужно иметь необходимый инструмент. Вот. Вы. Даже. Вы. Если такого. Потому что. Пишите. А. Не знаете. Как это делать. А значит. Ты научиться. Ценить себя. Вы. Вряд ли все. Сможете. Вот. Поэтому. Я бы ничего не назвал это уроком. Э. Ситуации. Да. Дальностью. 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 Но не. Уроком. Раз урок все-таки дают. Учителям. Консультации касались отношений с мужчиной. Но ни с ним, ни с другими партнерами. Никогда не принижало себя и свое достоинство. А. Ну. Тем, что вы. Не показываете. Боль. Другим людям. Уже. Отношает. Принижение. Вашего достоинства. Поэтому. Простите. Но. то, что вы понимаете под. Достоинством. И. Под его принижением. Совершенно не обязательно. раздражает. Вот. Удивительно. От imposs hagGoat нашегоvol fish. Так не понятно, еслиitalrycy chaos. А. Очень. А. Важно. Этот момент. Так. Так. Самое отличное. иметь ввиду, понимать, понимать о чём идёт дальше. Дальше. Так, значит, никогда не легком не бегал, иногда разрывает отношения нас и вычёты твоим чувствам. Ну вот, разрывая отношения, вычёты твоим чувствам, да, вы опять же вряд ли делаете себе услугу. Самое странное, вы идёте в обход своих чувств, идёте в обход своих переживаний, вот, не прислушивайтесь к ним своим переживаниям. И, соответственно, вывести отношения, хотя там, ну, может быть, это было не совсем обязательно. Рваться надо. Я не говорю, что вам не надо было этого делать. Совершенно однозначно. Я так не говорю, что мы всё не знаем. Ну, совершенно очевидно, что мы могли бы несколько более деликатно поступать. Так, страдала молча, не показывая своей боль другим. Вот этот момент ключевой. Мне всегда казалось, что, наоборот, меня мужчины видят самолюбивы и даже гордость. Самолюбивость и гордость, опять же, не имеют ничего общего с тем, чтобы ценить себя. Понимаете? То есть, как бы, самолюбивость и гордость, да, на мой взгляд, это, скорее, проявление, знаете, такой, отсуждённости. Скорее, нежели, чем, эм, ну, нежели, чем самолюбом. Чем, нежели, чем любви к себе. Вот. Поэтому, извините, но, эээ, ситуация здесь, выглядит. Таким образом. Скорее. 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 Таким образом. Вот. В принципе, то, что можно сказать. Дальше. Эээ, так. Что такое ценить себя любить и как этому научиться? Ну, в первую очередь, наверно, в первую очередь, отказаться от оценок, оооо, любых оценок. Вообще. Люб, люб, вообще. Вообще. Любых оценок. Во. Вообще. Второе, это безусловное принятие. Безусловное принятие, без требований к себе и от себя соответствовать кому-то и чему-то. Это личные границы. То есть, делаю то, что хочу, и делаю то, чего не хочу. Вот. Это, эээ, следование своим импульсам. Порывам. Это, эээ, совершение для других людей, эээ, только по вожеству, вам хочется и легко. Что не брать до какого-либо ожидания, каких-либо ожиданий, в ваших, в ваших странах. Вот это, эээ, тотальное, ээ, доверие людям. Основанное на доверии себе, а не другим людям. Это приоритетность своих эмоционально важных целей и задач над всеми другими вещами. Вот. Примерно. Так. Похарактеризовать, принять себя. Догадываюсь, что это идет из детства. Из сложных взаимоотношений родителей. Которые, эээ, которые они выясняли при детях и не додали любви и тепла. Ну, вот, эээ, не додали любви и тепла, говорите вы. Думали ли вы? додали любви и тепла, откуда появляется вот эта вот недо...дапость. Почему вы решили, что вам не добавили чего-то? Наверняка это ощущение из сравнивания с другими людьми, сравнивание с тем как у других обстоят дела. То есть вы сравнивали с другими и сравнивание с другими не выиграли. И решили, что вам не добавили людей. То есть все дела здесь в вашем требовании. Требования от родителей, любви, которые они вам дать не могут. То есть вы считаете, что они вам должны больше, чем они могли дать. А на самом деле, вы и их любовь, которую они вам давали, не принимаете. Из-за того, что вы сравниваете. Сравнение себя и кого-то с другими людьми, это следствие непринятия, а следствие оценки. И конечно же, следствие определенного когнитивного голодания. То есть недостатка информации. И этот вопрос решается психотерапией. То есть у него остального какого-то решения здесь в принципе нет. Дальше. Умом понимаю, ну как заставить себя изменить свои отношения к самому себе. Ну заставлять не нужно. Действительно разбираться в вашем отношении. Заставлять через силу ничего делать не надо. Вот. Самое понятие оценить себя в точке жизни психологии. Сказал, что значит переводит на язык обычного человека. Ну то есть тоже, надеюсь, сказал. Вообще, если что-то не понятно, можете задать уточняющие вопросы. Да, на консультации все это разбирается более подробно, детально этому учатся. Люди этому учатся. Но это не быстрый процесс. На этом все. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. stole. Я желаю вам огромилен за ним, я рекомендуюotted.